Если мы смогли потопить крейсер в Москву, флагман флота, если что мы достаточно успешно поражаем ракеты, которые идут на нас, избиваем их, то я думаю, что у нас с вооружением, я не скажу, что все хорошо, но оно есть. И надеюсь, что благодаря помощи наших партнеров, Европейского союза, в целом мирового сообщества, то мы получим это оружие и сможем более эффективно защищать свою игру. Действительно, Киев, центральная власть обеспечивает сововременные выплаты по защищенным статьям, пенсионеры, те, кто нуждается, это незащищенные слои населения нашего, социальная группа получает и пенсионные пенсии получает, выплаты получает, все предусмотренные гарантии государства обеспечиваются. То есть в этом плане мы сегодня работаем и у нас тесное взаимоотношение сотрудничество, я уверен, в одесситах, потому что это очень свободолюбивый народ и гордый народ в Одессе. Самая большая опасность, она была, есть и остается, это внесение ракетных ударов по Одессе и авиационных ударов. Потому что те бомбы или те ракеты, которые сбрасываются на города, украинские города, и Одесса ощутилась, это может быть в меньшей степени, но ощутила, они рушат все на своем пути и убивают мирных людей, и детей в том числе. Люди привыкают, человек привыкает ко всему, даже к войне. Я уверен, что большая часть солдат и офицеров Российской армии видят, что здесь не военная операция, а здесь карательная война со всеми признаками фашизма, нацизма и все, что с этим связано. Оказалось, что это полная провальная информационная информированность Путина и его своры. В Москве стало модным в России снимать фильмы об Одессе, за Одессу. Но вот я посмотрел эти фильмы, особенно фильмы Одессы. Знаете, они уже перебарщивают так, но не говорят об Одессе. Слушайте, поговорите еще по-одесски, вы так разговариваете, оно так смешно слушает, как вы разговариваете, оно и интересно. У вас такой диалект, ну и такой вот, все-таки. То есть я не скажу, что у нас в Одессе был русский язык, особенно. Они называли, москвичи называли это наш одесский язык. Ты бы слышал, мама, что они о нас говорят. Я стараюсь, чтобы она этого огордит ее вот это. Она же не читает, соседи. Что они о нас говорят на своих каналах, на своих ток-шоу. Что нас будут стереть с лица земли. Что нас на нас бросить от вной бомбы. Она говорит, не может быть. Я говорю, мама, я тебя включу, если ты хочешь. Она говорит, боже мой, сынок. Но он ей, наверное, будет 80 лет сейчас. И, понимаете, люди тоже берегают здоровье. Весь тот миф, о котором они о себе рассказывали, в том числе Путин, о каком-то якобы благородстве и такой благородной миссии, освободительной миссии в Украине. С каждым днем это рушится. И все труднее и труднее объяснять это офицерам, генералам, которые видят это. Я о чем хочу сказать, что они понимают уже, военные понимают, они воюются не только с украинской армией. И то, что они рассказывают, что не воюют с националистами, это уже в это никто не верит. Ну и база, что это идиоты, какие в России, в это верят. Людей, которые видят, что они творят здесь, либо это не люди, либо это люди, с которыми должны быть просто нервы остальные. Но это быть уроды какие-то. Я не знаю, как их назвать. Это уродство, это деградация. Сразу вот такая ассоциация, что какое-то средневековье и вот варвары воровались в нашу страну. Просто варвары, которые ничего не видели. Ни телевизоров не видели, ни стиральных машин, они все воруют, что-то там выносим. Ну, просто жесть какая-то.